Вырытуй маё житё. Акция под такой назвой пройшла сегодня у Гомельском медицинском университете. Ее отделниками стали студенты и педагоги, которые решили стать донорами на безвыплатной основе. Как они решились на такие кроки и эти шмат бескорестливых доноров в нашем регионе, доведались наши корреспонденты. Амаль 400 доз крови. Минавито стольки студентов и выкладчиков Гомельского медуниверситета выказали жадание стать донорами на безвыплатной основе. Их кровь да поможет вырытывать житё, або одновить здоровье сотням хворых людей. Такие акции у ВНУ давняя традиция. Прикладно пять ходов тому, я и инициаторами выступили Гомельская станция переливания крови и профсоюзная студентская организация. С тех часов акция проходит двойче на год. На самом деле в такие дни мы гордимся своими студентами еще больше, чем обычно, потому что это такой поступок очень гуманный. И для будущего доктора этот урок гуманизма, он, конечно, очень важен. Кто, если не я? Все будут думать, что кто-нибудь другой сдаст, и в итоге это и не будет. На этот раз жадающих сдать кровь оказалось и настолько шмат, что акцию пришлось растягнуть на три дни. Даручи безвыплатным, их донорство можно назвать умолна. У якости компенсации кожная трама у солодки паёк, рашовую знахороду по мере 19 рублей и сувенир. С жаданием сдать кровь, гомельчане звертаются и на саму станцию. Зарабить это можно и на платной основе за 88 рублей. Но, как показывает практика для доноров, это худшая жизнь до помощи. Если в минулом году на безвыплатной основе в регионе кровь сдали 20% доноров, то все ли так или от 30? Звание почетного донора присваивают, когда человек сдает 40 кроводач или 80 плазмодач. Но если человек сдает безвозмездное, то тогда одна кроводача безвозмездная оценивается как две обычных. До того же сдача крови на постоянной основе корыстная и для самого донора, как профилактика захворывания у сердечно-сосудистой системы. На лукоуцы, уходя обследованию, высветлили, что у тех, кто регулярно сдаёт кровь, инфаркты возникают у десятки разов у родей. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».